Всем привет! Приветствую всех на своём канале! Сегодня мы наконец-то будем распаковывать вот эту вот Клодин. Клодин Вульф. Так долго задержалась распаковка, потому что очень хотелось её снять со старой версии Клодин. Так, у меня теперь монстров новой третьей волны двое. Это Дракулаура и вот Клодин будет. У меня есть Клодин старая, старой версии. Вот она. Но у неё произошла такая беда, у неё зажирнились волосы. Это иногда случается с куклами мелкоформатными, из-за того, что внутри головы может быть много клея. Ну или просто жара на неё так повлияла, и поэтому пришлось её срочно спасать. Вымачивать её в фейре, в обезжиривателе вроде, ну, помогло так. А то волосы превратились, буквально она стояла-стояла-стояла несколько лет, а потом в какое-то лето я её достаю с полочки у неё, все волосы слиплись в единый жирный комок. Это было ужасно, и ничего не помогало отмыть. Ни шампунь, ни мыло, ни какие-то подобные простые вещи. Только замочить на пару дней в фейре. Вот даже до сих пор не совсем отмылось. Наверное, я ещё буду повторять эти процедуры. Такое часто бывает с Барби, например, и подобными куклами. Так что вот такой бытовой совет, как их привести в порядок. Вот такая красивая холодина. И, конечно, на неё не родной аутфит здесь. Она мне досталась нюд. И здесь частично какие-то детали от Робекки. Вот шапочка, браслетик и обувь даже. Вот если посмотреть, будет фокус. Вот такие вот ботиночки красивые. Такая она у меня красная шапочка. Она же и волк, но в стимпанковом образе. Вот. И Дракулаура. Дракулаура – это просто вечная классика. Наверное, мой любимый персонаж в серии. С неё всё началось. Я собираю только классических монстров. Вампиров, оборотней, призраков. Франкенштейн. Вот. Поэтому. Ну, если вот так вот сравнивать. Разница, конечно, есть. Она стала милее. Симпатичнее, может быть. Но раньше у монстров была другая эстетика. Они как бы были такие более монструозные. А сейчас они более няшные. Поменялась концепция некоторых персонажей. Ну, Дракулаура всегда была вампиром-вегетарианцем. Но теперь она ещё и такая пухляша. Пышечка. Не знаю, как вегетарианец. Вампир может стать полным. И почему так может произойти? Но, тем не менее, почему бы нет. Тело симпатичное. Такое с округлыми бёдрами. Мне даже очень нравится. Вот. Мне нравился этот выпуск Кладин. Потому что у неё прошивка, как я люблю, вот так на пробор. Очень люблю такую прическу. И волосы прямые. Так, вот так вот их поставим. Так, а здесь у нас достаточно базовый вот этот выпуск. Кладин. Без каких-то излишних аксессуаров. Тут вот написано «Кредицы». «Картинка». Ну, спереди арта. Коробка достаточно простая. Просто блистер. Ничего лишнего. Будем распаковывать. В этой серии, вот, кстати, в перезапуске, мне Кладин гораздо больше нравится. Она мне раньше не нравилась. У неё такая эстетика, как бы, латиноамериканская большая семья. С другой стороны, её брат, вот этот Клод, он был симпатичнее в старом выпуске. А сейчас он как-то немножко на пудели похож стал. Вот. Извечно волки, вампиры враждуют между собой. Поэтому Дракулаура и Клод, они как бы были такие, как Ромео и Джульетта в этом сеттинге. Вот. Но, тем не менее, сама Кладин похорошела. На мой взгляд, у неё теперь... Так, ну, распакуем, потом будем говорить. Так, что у нас здесь есть? Так, у нас здесь есть чипсики. Ну, он чипс. Картошечка круглая. Похоже на Луну. Особенно, если так сбоку откусить, получается месяц. Чипсики. Хорошие такие чипсики. Их можно вообще кому угодно дать. Очень симпатичный аксессуар. Что такое? Опять этот блистер, который я вот... С которого всё выковыривать очень трудно. Так, вот. А? И печенька надкусанная. Ну, чипса надкусанная, надо думать. Вот так вот она очень похожа на Луну. Да. С одной стороны у неё есть узор, а с другой стороны ничего нет. Так, попробуем это дело отковырять. Опять очень много вот этих креплений. Такое обидно бывает, так как открепляешь куклу от задника, и случайно можно ей волосы подрезать или ещё что-нибудь поцарапать. Вот. Неудобно. Так, есть вот такая вот сумочка у неё в стиле Боха. Это тоже Луна. Такая с бахромой. В руках носить. Это, в общем, реальная сумочка. Вот, наверное, чипсы как раз туда можно как-то положить. Лезут? Да, вот так вот. Такая сумка. Интересная. Тема Луны поддерживается. Для волков и боротней это самый важный момент. Они зависят от Луны. К вопросу, кстати, о лунах и о боротнях. Вот, Клодин чем-то стала похожим на подругу Вензди из нового сериала Бёртоновского. Ну, не совсем Бёртоновский. Бёртон там участвовал при создании сериала Вензди. Мне он, кстати, понравился. Они такие, вот, похоже на Хогвартс. Не похоже на Хогвартс. Похоже на Монстр Хай. Потому что точно так же живут всякие, живут, учатся. Так, как бы это всё. Учатся различные фантастические существа. Не только люди. В Хогвартсе-то, в общем-то, все были волшебненькие люди. Там фантастические существа. Они учились в этой школе. А даже директриса похожа на безголовую директрису в Монстр Хай. Вот. И недавно, собственно, выпустили как раз... Да что такое? Выпустили как раз Вензди в серии Монстр Хай. И это, в принципе, было, ну, ожидаемо. Это, правда, коллекционки какие-то лимитные. Опять. Которые мы никогда не увидим в обычных магазинах. Эть. Всё, наконец-то. Значит, сколько... Три штырька в голову. За что? Просто вот за что? Зачем? Она куда-то убежит из коробки, эта кукла. Я не понимаю. Одного было бы достаточно. Да и того не надо. Так. Вот она такая замечательная волчонка. У неё пирсинг в ушах. Хоу. Это типа вой. Вот на ушки. А с другой стороны луна. Здесь разные серёжки. Это такая модная фишка. Так, очки на ней закреплены тоже штырьком. Их, по идее, можно снять. Если вот здесь вот... Я пока, наверное, не решусь цеплять. Пусть пока так побудет. Потому что, ну, это будут просто очки, которые можно будет на лицо одеть, и всё. Вот. Здесь у неё топик. С фазами луны. Лунный же медальончик. Так, фокус. Медальончик. Луна на поясе. Сама одежда. Вот она такая со звёздами. Так, ну, фокус. Со звёздами. С созвездиями. Вот. И даже луны на ботинках. Такая тема луны везде поддерживается. И это также отсылает нас к веканам, для которых фазы луны тоже очень важны. Вот. Векан... Векани... Веканке. Это Вика. Это как бы современные ведьмы. Это такое вот движение, связанное с поклонением природе и подобному. Это такая вот как бы нью-эйдж какой-то. Новая философия. Вот. Ей нужны карты Таро вообще. Вот так, чтобы дополнить образ. Вот. Такая милая волчонка. Она стала интереснее за счёт вот этой вот отсылки для меня лично. Вот. У неё ручки такие с коготками. То есть когти. Вот. На шортиках прошито, даже не напечатано, надо же, прошиты вот эти вот строчки. Они всё равно ложные. Как бы сзади всё застёгивается на липучку. Вот. Вот так вот пояс застёгивается. Можно расстегнуть. Можно спустить его пониже. Вот. Волосы с двойной, даже с тройной прошивкой, потому что тут вот тёмно-каштановые волосы внутри. Розовые, ярко-розовые. Такой образ, в общем, мне очень нравится. И мой любимый пробор по центру. Никакой чёлки, всё как я люблю. То есть это простенькая кукла, но образ у неё очень продуманный и соответствует ей волчонка-виканка. Нужны всякие ловцы снов. Всякие такие, может быть, наряды ей в стиле боха подошли бы. Ну, так и так боха немножко. Вот. За кавлучных ножек она вот не стоит. Сама всё-таки ей нужна подставка. Ну, в общем, если сравнивать с прошлым выпуском, со старой версией, так сказать, рост приблизительно одинаковый. Не сильно поменялось, но лично на мой вкус стало интереснее. И веснушки ей идут вполне себе. Вот. У старых монстров тело может быть более эстетичное за счёт вот этих вот ручек странных, за счёт изогнутого силуэта. Вот. Новое тело монстров, оно такое более обычное, более привычное. Вот такая вот волков прибыла. Разница. Вот если Дракулаура такой нюгод, а Клодин ликанка, новые движения, молодёжные, как это движение, молодёжные стили, готские. Тоже отсылка к классической готической культуре. Вот. Поэтому мне очень нравятся эти выпуски, это всё очень здорово. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Подписывайтесь на мою группу во Вконтакте, смотрите мои картиночки, оставляйте комментарии, делитесь мнением. До следующих встреч!